Советский Союз в 1970-е годы освоил весьма эффективную стратегию запуска космических аппаратов. К одной цели сразу несколько штук. Скажем, летом 1973 года к Марсу отправились сразу четыре ракеты с межпланетными станциями. Марс 4, 5, 6 и Марс 7. Расчет такой, если даже что-то помешает одному-двум полетам, ничего страшного, цели достигнут другие станции. Вот и в декабре 1984 года к другой планете Солнечной системы отправился небольшой караван ракет. Вега-1, Вега-2. Курс на Венеру, который в то время в мире уже прозвали русской планетой. Откуда такое прозвище? Первое крупное научное открытие, связанное с этим объектом Солнечной системы, сделал еще в 1761 году Ломоносов. Он обнаружил на соседке Земли наличие атмосферы. Советские аппараты серии Венера отправились в путь даже раньше полета Гагарина. Они первыми сели на поверхность планеты, первыми произвели съемку. Аппараты серии Вега были еще сложнее и совершеннее. И как отмечал советский автор Марков, если учесть, что к советско-французскому проекту Вега присоединились специалисты Австрии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Чехословакии и ФРГ, то станет очевидным, давно мир не видел такого единства землян, такого интереса ученых мировой науки. Откуда такой интерес к проекту? Аппараты Вега должны были не просто подлететь к Венере и задействовать спускаемый аппарат. А еще, и это было в новинку, отделить от аппарата еще один аэростат, который должен был плавать в атмосфере Венеры и изучать ее. И это не все. Космическая часть аппарата должна была пропутешествовать дальше к комете Галлеи и обследовать еще комету. Вот почему Вега была просто нашпигована научной аппаратурой, общей массой почти 5 тонн, и вот почему этот проект называют иногда одним из крупнейших научных экспериментов 20 века. Итак, Вега-1 шла к своей цели полгода. 11 июня началась, наверное, самая интересная часть путешествия. Спускаемый аппарат пошел вниз к поверхности планеты. Репортаж из Центра управления полетами. Так, все хорошо, все превосходно, запущен аэростатный зонд, это главное, это впервые, это самое сложное, до поверхности 17 км. Но что это? Запускается программа по забору грунта, автоматически срабатывают все механизмы, но не на поверхности, а в воздухе. Турбулентность привела к преждевременному срабатыванию грунтозаборного устройства. Но Веги было две, и вторая в этом уже не подвела. А вот аэростаты, изюминка проекта, они проработали без сбоев оба. Впервые в мировой науке был осуществлен эксперимент по воздухоплаванию в небе другой планеты. Аэростаты, наполненные гелием, пролетели каждый за 46 часов 12 тысяч километров, на высотах чуть более 50 километров. Зонды нередко швыряли вверх и вниз, как самолеты в грозу, на 200-300 метров. Сигналы зондов принимали радиотелескопы Европы и Азии, Австралии и Африки, Северной и Южной Америки. Эксперимент с зондами полностью подтвердил теорию суперротации. Удивительное явление общего вращения атмосферы над планетой. Проект Вега стал лебединой песней советской программы по исследованию Венеры. С тех пор ни советские, ни российские аппараты больше не входили в атмосферу ближайшей к нам планеты. Субтитры создавал DimaTorzok